Я рада вас приветствовать в третий день нашего семинара. Начнем мы сегодня с разговора о том, что такое экспертиза, когда имеет смысл использовать экспертные техники маркетинговых исследований, что это дает и каким должен быть эксперт и каким образом мы его будем находить. Экспертиза на самом деле бывает нужна в определенных ситуациях и я советую вам не игнорировать этот метод проведения исследований, потому что ему иногда совершенно нет альтернатив. Когда мы можем, и тогда имеет смысл прибегать к экспертизе? Во-первых, в сложных ситуациях, в которых вы самостоятельно, так же, как и ваши коллеги, разобраться не могут. Когда вы столкнулись с каким-то, например, необъяснимым явлением, то есть какой-то рыночной проблемой, которая до этого в практике компании не встречалась, и у вас отсутствует предположение, гипотеза, имеющая более-менее логичное обоснование, почему это случилось. Вот тогда экспертиза показана. Или, скажем, то явление, с которым компания сталкивалась периодически, в данный момент времени приобрело какие-то нехарактерные для себя формы, нехарактерный размер или что-то еще, и вы хотите понять, почему это случилось. Помните, я вам приводила пример с нехарактерным проявлением сезонности? Да, вот что это такое? Это начало некой новой тенденции, или это просто конъюнктурный какой-то колебательный скачок рынка, который завтра все возвратит на место? Экспертиза также показана в той ситуации, когда очень высокие риски при выработке того управленческого решения, которому должно предшествовать исследование, предшествовать анализ. В этом случае экономические потери компании должны быть гораздо более существенными, чем те средства и то время, которое вы затрачиваете на экспертизу. Я приведу один очень простой пример, который иллюстрирует эту картинку. Представим себе ситуацию, что мы уже с вами здесь несколько раз обсуждали, тема торговых центров, поскольку мы все являемся зачастую потребителями этих предприятий торговли. Я думаю, что каждый из нас может каким-то образом представить себе маркетинг этого объекта. Так вот, представим себе, что мы выбрали место для строительства объекта и даже разработали его концепцию, то есть некий стратегический план. Каким он должен быть, сколько там должно быть этажей, как должны быть организованы торговые площади, как они должны быть зонированы, какие там операторы должны стоять. Ну, у нас возникли некоторые сомнения в том, что эта концепция на самом деле оптимальна для данного места, и данной рыночной ситуации будет работать еще долгое время. Строительство объекта, даже не очень большого, это миллионы долларов. А иногда десятки, даже сотни миллионов долларов, вот девушки подтвердят, приватом моих слов. То есть инвестиционная емкость подобного рода проектов очень велика. И, соответственно, инвестор должен тысячу раз подумать, прежде чем начинать работу по такой сомнительной концепции. Потому что когда будет вырыт котлован, выстроены стены, то мало что уже можно изменить. А реконцепция объекта, тем более его реконструкция, иногда обходится очень дорогой ценой, зачастую дороже, чем строительство самого объекта. Так вот, если у вас возникает в таком случае, в такой ситуации сомнение, куда проще подвергнуть эту концепцию экспертизе. То есть найти толковых консультантов, которые посмотрят, что сделали другие консультанты, посмотрят еще раз ситуацию. И делают свое заключение, что да, концепция оптимальна, или она требует доработки, или коренного пересмотра. Стоимость такой экспертизы невелика. В реальности это всего несколько тысяч долларов, на самом деле. А вот стоимость строительства объекта, его запуска, может быть десятки миллионов долларов. Согласитесь, как говорят в Одессе, есть две большие разницы между риском и той тратой, которую вы понесете на экспертизу. Экспертиза показана и имеет смысл в том случае, когда та проблема, которую вы изучаете, носит очень сложный, многоаспектный, комплексный характер. И взгляда одних только маркетологов или менеджеров по маркетингу недостаточно для ее разрешения. То есть когда требуется мнение специалистов разных предметных областей, технологов, конструкторов, экономистов, финансистов, кого-то еще. Вот как в случае, например, с той же разработкой концепции, на самом деле это система решений, которые принимаются последовательно. Вначале разрабатывается бизнес-концепция, маркетинговая концепция объекта, потом разрабатывается его торгово-технологическая концепция, потом архитектурная концепция, то есть как он будет выглядеть снаружи и изнутри, и потом уже прорабатываются детали. Соответственно, вполне возможно, что к экспертизе подобного рода комплекта документов необходимо привлекать не только специалистов, представляющих маркетинг торгового центра и разработку концепции, но еще и архитектора, специалистов в области инженерии торговых объектов, специалистов в области дизайна, в области брендинга, потому что желательно, чтобы стратегическая платформа бренда такого объекта была разработана параллельно основным концептуальным решением. И, соответственно, в данном случае требуется взгляд многих специалистов, их мнение, их оценка. Но чаще всего мы прибегаем к экспертизе в том случае, когда у нас нет времени и не хватает средств на то, чтобы провести полноценное кабинетное или полевое, или и то, и другое исследование. Почему? Потому что экспертиза, на самом деле, один из самых компактных с точки зрения затрат времени и средств методов исследования. Поскольку экспертные выборки невелики по объему, это редко, когда десятки человек, в большинстве своем это от 10 до 20 человек. Да, это вознаграждение экспертом, но оно не такое значительное, и, соответственно, общая сумма не так велика, которую мы затратили бы, скажем, на опрос полутора тысяч потребителей или проведение, скажем, сессии из 10 фокус-групп. И по времени экспертиза занимает несколько меньше промежуток времени, нежели чем полноценное полевое исследование потребителей и конкурентов. Поэтому очень часто к этому методу прибегают в том случае, когда невозможно провести полноценное комплексное маркетинговое исследование. Какие виды маркетинговой информации мы можем получить в результате экспертизы? Вот обратите внимание на этот слайд. Во-первых, это экспертные оценки. Чего? Явлений, которые наблюдаются на рынке, тенденции, которые наблюдаются, каких-то событий, новинок, например, выпуск на рынок, запуск какого-то нового проекта, какого-то нового бренда или продукта, какие-то нетрадиционные маркетинговые шаги основных игроков рынка. Все это может быть подвергнуто экспертизе, и на базе экспертных оценок может быть сделано потом заключение на тему того, как это явление отразится на дальнейшем развитии рынка, открывает ли это событие какую-то тенденцию, будут ли подражать другие игроки рынка тем шагам, которые предприняли конкуренты. Экспертные прогнозы. Очень ценный источник информации, который дает в некоторых случаях единственную возможность посмотреть в будущий рынок. Посмотреть, как он будет развиваться, не только с точки зрения количественных, но и с точки зрения качественных параметров. То есть полноты явлений и тенденций, которые могут наблюдаться на рынке. И наконец, это экспертное заключение о причинно-следственных связях между различными рыночными событиями, явлениями и тенденциями. Что за этим следует? Что будет дальше? Как одно событие влияет на другое? Каковы причины тех тенденций, которые мы наблюдаем на рынке? Может ли как-то отрасль, предприятие, отрасль повлиять на эти тенденции и так далее? Соответственно, в зависимости от проблематики исследований, то есть целей и задач, вы можете выбрать один из трех видов информации и формализовать это в виде вопросов, которые вы имеете возможность задать вашим экспертам. Кто такой эксперт? На самом деле, эксперт – это достаточно условное понятие, потому что нужно понимать, что всякий раз критерии вхождения в экспертную когорту вырабатываются исходя из проблематики предметной области исследований, ограничений, которые есть. Но если говорить о качественных параметрах, то эксперт – это, безусловно, человек, который компетентен в данной предметной области. То есть он обладает обширными знаниями и не только знаниями.